Всем привет! Вы слушаете 30-й выпуск SD-Casta, подкаста о разработке по его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС-Даймон, и сегодня у меня в гостях Родион Водейко, хранитель проекта «Камелеон» в Рунете, как он сам себя тепло и ласково называет. Родион, привет! Привет, всем привет! Можно еще назвать Родаков, как я в сети обычно везде и прописываю. Ну да, пусть будет так. Расскажи вначале по традиции, как вообще ты попал в этот проект. Ну, обычно, если как ты попал в IT, то тоже, я думаю, будет довольно-таки интересно послушать, потому что за кадром мы с тобой общались, ты рассказывал, что ты не совсем прям уж программист какой-то такой заедлый, как большинство из нас. Я даже больше того скажу, совсем не программист. Вот, вот, и тем не менее ты имеешь довольно-таки непосредственное отношение к проекту «Камелеон», и вообще там делаешь какие-то переводы, там разрабатываешь какие-то темы, оформление, расширение и так далее. Вот, давай начнем издалека. Как так получилось? Получилось как? В свое время, в середине, можно сказать, 90-х, когда я пришел из армии, надо было куда-то устраиваться, работать. Ну, и ребята, знакомые, там, после какого-то там периода безвремени, позвали в издательский бизнес. Тогда начинал просто верстальщиком. Мне сказали, будешь? Я говорю, буду, только я ничего не понимаю, ничего не умею. Вот, они говорят, всему научим. Ну, и, короче, вот, до этого я там тот же компьютер видел полтора раза. Ну, видел, конечно, даже в школе успели, но это было все как некая диковинная машина, к которой вообще непонятно, как подойти. А тут на ней надо было работать. Ну, так, с обучением, в общем-то, учусь я быстро, как потом показал, в том числе, и с «Резком миллионом». Ну, и так как это все было на компьютерах, мне это было интересно. Вообще, мне как-то все вот это оказалось действительно интересно, потому что, ну, работа с компьютером – это такая работа с идеальным подчиненным. Ты ему командуешь, он делает. Вот, так было, ну, хотя занимались издательством, да, таким рекламным сначала издательством, ну, в том числе и айтишным, потому что мы выпускали в Питере такой прайсовый проект «Компьютер прайс». Собственно, все компьютерщики закупались через нас тогда. То есть у нас публиковали всю эту рекламу, строчную, модульную, ну, и, соответственно, нас знали на этом рынке все. Вот, так что грех было, как бы, все это, всем этим не начать завладевать постепенно. Ну, вот так, соответственно, я таким самоучным образом все это сначала непосредственно свою сферу издательскую учил, потом уже остальные софты, вот, в первую очередь, да, потом уже, ну, железо в меньшей степени. Ну, в общем, по большому счету стал таким, как много, многие тогда из нас становились самопальным айтишником, потом, среди прочего, поработал и, скажем так, по совместительству с помощником СИСОД МИНО в одной конторе, вот, были всякие, опять же, дизайнерские, издательские, сменялись работы. Совместилось это все еще разок, где-то, когда мы, появилась русская редакция журнала Linux Format. Да, да, есть такой. Вот, и фактически мы были, я был в команде, которая его поднимала изначально, да, выпускала первые номера, и три с половиной года я там отработал, тоже по издательской части, вот. Linux для меня тогда был вообще таким территорией малопонятной. Ага. Потому что, ну, действительно, я совершенно не программер, не... Для меня командная строка была чем-то таким внутренним и сложным, вот. Linux тогда еще вот только-только входил в такую развитую десктопную фазу для конечного пользователя, вот. Ну, и я... Мы издавали этот журнал, и я потихонечку, так сказать, по всему читал, 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 а потом стал пробовать, вот. А с Chameleon получилось как? Вот как раз на той самой работе, где я единственный раз поработал помощником фиш-админа, ну, точнее, это было по совместительству по основной, просто у нас там всего было двое компьютерщиков, я как все-таки тоже такой издательский дизайнер, и там были свои публикации, у нас была научная такая, около, научная производство. Я выходил с биофакта, вот, это была биологическая контора, вот, они, соответственно, все это публиковали свои, продвигали себя через научные коммуникации такие, и медицинские. Я этим занимался, ну, а мой бывший однокурсник там работал, соответственно, основным сис-админом, но так как одному всегда сложно, да и просто надо его где-то поменять, я его поменял. Вот, среди прочего, как раз-то была такая, там, где-то начало двухтысячных, там, первый, первый, второй год, когда в браузерной истории наступил такой период безвремени. Ницкейт умер, интернет-эксплорер фу-фу-фу был всегда. Все старались от него всячески уйти, поэтому я сначала изучал какие-то, пробовал варианты. Ну, мне лично он был просто неудобен в работе. Тогда еще, как бы, даже, ну, там не было какого-то холиварного такого начала, и даже не вопрос особой безопасности был. В первую очередь он был просто неудобен. Ну, да, ну, там, что там, там опера, наверное, же, в принципе, в те времена-то как раз-таки очень сильно, по крайней мере, на таком российском пространстве рулила. Да, опера была, но опера тогда еще была небесплатным браузером. Вот, и я как-то, ну, где-то там в те годы, я не помню, когда она точно, они ее открыли, но уже, по-моему, после того, как вышел Firefox, когда стало ясно, что, в общем, браузеры должны быть бесплатными, иначе им вообще ничего не светит. Вот, и поэтому на тот момент опера у меня не было, что-то я не хотел по-своему, ломкой, ну, зачем. Вот, я искал какие-то альтернативы, там были тогда много всяких настроек, да, как они назывались над интернет-эксплорером. Ну, да, которые превращали его, по крайней мере, внешне во что-то другое. Да, по крайней мере, им можно было пользоваться, но, да, внутри тоже лежал, все там, какие-то нет-каптеры были, еще что-то. Вот, тогда появился МАИЕ знаменитый, который потом вырос Максом. Вот, был еще, а в какой-то момент я наткнулся на удивительный, где-то Мантимаханький, первый, наверное, на свете двухбраузерный движок, назывался он, браузер, движковый, назывался он Скоп. С одной стороны, он работал на интернет-эксплоре, а второй своей половиной он, по идее, должен был работать на Мазиловском движке. Формально он создавал вкладки, там, да, надо было поставить Мазилу Active Control, как он там назывался. Вот, в общем, как бы, собственно, движок, да, для встраивания куда-то. Но толком это не работало, как задумывалось. Потом уже появился какой-то нетворкер, в котором уже эта возможность была. Но, как бы, еще достаточно долго был момент, когда, ну, ты помнишь, такая там была история, когда вот эта Мазилла была анонсирована после нет-скилпа, но она очень долго разрабатывалась, ее не было потом. А когда она появлялась, она появлялась в каком-то... То есть, а какое-то время существовала же она вот именно в режиме такого этого пакета, да, со всеми этими, с почтой... Ну да, да, это потом они уже разделились там на Сандерберт и на ВСИСИ, вот это, а раньше это было все в одном, да, было такое. Все это было какое-то тяжелое, глючное и нестабильное. Вот. И тут, среди прочего, я наткнулся на какую-то удивительную... Я перебирал все тогда, был такой софт-маньяк, не только браузеры перебирал, но браузеры особенно... Я наткнулся на Камелеон, тогда он был, по-моему, в версии 0.7. Вот. Я посмотрел, он был очень простенький, лаконичный. И, собственно, у него тогда была задача дать... Он появился как реализация идеи, демонстрация идеи работы, встраивание мазиловского движка, официального, там, Мозамбет, который. Собственно, изначально он появился чисто как демонстрация. Потом там менялись несколько авторов, там Кристиан Бул начал этот конкурс выловить, потом еще несколько авторов, и в конце концов Камелеон решили, что в принципе его можно развивать как полноценный браузер. На этапе 0.7 я помню, что я его попробовал. Мне все понравилось, кроме того, что он не умел тогда... не поддерживал кодировки фириллические. Как-то в нем все это было еще не развито. пользоваться можно было, потому что уже тогда значительная часть страниц умела делать автоматические выборы нужной кодировки. Ну, то есть браузеры умели читать автоподбор, по автоподбору он что-то мог 90 страниц показать нормально, но 10% оставшихся страниц, вот если он ошибался с кодировкой, показывал, то все ее было никак не поменять. Соответственно, это было таким достаточно крепятся, ну, и я на некоторое время про него не то, что забыл, но он был одним из. Слушай, это получается, он появился как раз-таки практически одновременно с вот уже современной реинкарнацией Мозиловских там, Файерфокса, да, еще, то есть вот где-то в тех же краях, то есть ты говоришь... Есть даже как бы удивительный факт, да, что на самом деле сейчас Chameleon это едва ли не самый возрастной, да, из поддерживающихся браузеров, потому что Microsoft Internet Explorer превратился в гиржа, в Edge. Ну да, но это уже совсем такая прям суперновая история в смысле современная. Ну как бы вот как бы как бы его уже нет, да, его еще используют, естественно, да, но дальше уже пойдет Edge, вот, а как бы еще, да, опера, которая тоже была старше, тоже в своем классическом виде прекратила на пресс существование, да. Ну да, да, сейчас... А о том мы не говорим, он вообще как бы в этом соревновании очень новый товарищ, но самая большая интрига в том, что Камилен действительно появился раньше в Firefox. Надо. То есть официально в Firefox появился в 2001 году, а Камилен в 2000. То есть он еще получается был на вот том, что наследие Netscape, получается, да, то есть вот, 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 что оттуда осталось? Это уже был... Нет, это уже был Мазиловский проект в том смысле, Ну просто в смысле, что еще Firefox как бы официально там не зареизовался, а только-только-только разрабатывался, да? Да, и Firefox я и самого поймал позже, чем Камилен и назывался он тогда. Сначала Phoenix, Phoenix, потом Firebird. Вот, все эти названия были уже кем-то заняты, и они по очереди от них отказывались и в конце концов становились на Firefox. То есть в 2005 он был Phoenix, в 2006 или 2007 Firebird. Это все очень быстро менялось, и в конце концов он вышел как Firefox, долго там тоже была Beta 0.9, но потом они зарелизили первый, наконец. Он просто тоже долго созревал, фактически, но так или иначе, ой, Firefox, так или иначе он появился позже Камиленов, но естественно стал старшим братом, потому что для него было в таком смысле разработки, на него направлена была работа всего сообщества. А Камилен изначально демонстрировал возможность встраивания в нормальной виндовой стандартной обертке интерфейс пользователя, и соответственно он уже по определению был одноплатформенным, работал только Турвиндой, в Плинксе потом через Вайн, ну вот так вот, и соответственно у него не было вот этого принципа интерфейс как веб-страница. Соответственно именно отсюда пошла дальнейшая несовместимость со многими расширениями для Firefox, которые именно использовали тот факт, что там самый интерфейс как веб-страница является. И где-то наверное уже там через пару лет я следил естественно за кандидата потому что он мне понравился и в какой-то момент я обнаружил, что там туда ввели в 0.9 версии тоже добавили кодировки. Я стал пользоваться уже, у меня всегда с того момента браузеров стояло много разных параллельно, он стал одним из. Потом где-то по-моему в 2005 году камрад Quicksilver Tears наш соотечественник к сожалению не знаю как его зовут в реале знаю его только в сети в общем он собрал первую русскую сборку это был Камиль Камильон Про версия 1.0.2 на соответствующей официальной базе релиз 1.0.2 общий такой мировой он сделал первую русскую сборочку запилили несколько человек локаль русского официровали часть расширений которые тогда были свои Камильона написаны сделали даже какие-то свои там были написаны какие-то расширения в общем собрали перевели несколько тем потому что в темах тоже были такие там есть одна панелька с текстовыми кнопками собственно больше там ничего переводить не надо но чисто внешне это тоже было сделано и с тех пор Камильон стал моим основным браузером потому что это была очень удобная сборка и вообще браузер был очень удобный и основная его идея модульная да понятно что сейчас все браузеры так или иначе считаются модульными расширяемыми и так далее но вот Камильон в первую очередь активно интегрировал какие-то новые расширения удачные написанные сообществом в официальный релиз за счет чего он как-то из коробки имел достаточно расширенный функционал по сравнению с тем же Firefox например долгое время не говоря понятно об интернет explore ну про E да там совсем все грустно было да и сейчас не сильно веселее а конечно Mazeo они молодцы это же еще KSUL получается насколько я понимаю да да вот а расскажи немножко вообще в чем состоит Kameleon то есть это в принципе движок который периодически я так понимаю еще и обновляется да ну то есть как бы с выходом новых версий Airfox мазиловских движков там Gecko да он выходит новая версия Kameleon где уже используется свежий движок и плюс собственно это вот некая экосистема вокруг этого движка да которая собственно какие-то плагины которые по сути мазиловские плагины но как бы они импортированы скажем так в дефолтный там дистрибутив или там версию в релизную версию да и что тут все с одной стороны просто с другой стороны не очень просто да потому что ну как это изначально было изначально собственно Mozilla сама поддерживала такую штуку вот как устраиваемый движок это возможно специально поддерживалась мазиловской командой и остальным оставалось только там ее использовать в Camelion конкретно она была ну все что нужно было засовывалось в jar файл да вот и такими же jar файлами включались там какие-то расширения базовые ну а потом и не базовые да уже какие-то получается наяве как-то все это крутилось да насколько если ты говоришь jar файлы или это что-то просто такое вообще на тот момент вообще в Firefox Chrome весь Chrome писался упаковывался в jar файлы просто внутри xpi да сидели в большинстве своем как раз те jar файлы то есть если это были ксул расширения все ксуловские расширения запихивались тогда в jar а jar читались уже с помощью манифестов непосредственно браузерным ядром Firefox это было организовано по-своему через систему расширений у Chameleon это было напрямую Chameleon.exe читал все эти вещи вот все это складировалось соответственно по папочкам но главное как бы собственно то что называется составляло идентичность браузера это было это были макросы собственный макроязык на котором собственно и писался значительная часть функционала как базового потому что в какого-то момента стало так что основная основной дистрибутив содержал уже в себе набор базовых макросов в принципе пользовательские макросы встроенных чисто с программной стороны ничем со скриптовой не отличается а какой функционал бы эти макросы делали то есть ну такой как пример просто яркий что они добавляли какого рода по большому счету как бы весь базовый функционал основные какие-то функции основное наполнение например тех же меню базовое все команды для стандартного меню были прописаны в базовых макросах они не писались где-то там в евреи они не писались ни в хроме нигде я честно говоря не знаю как это в файерфоксе меню создавало такое впечатление что там напрямую половина джаваскрипта идет а вот а здесь соответственно в макросах были прописаны ну практически все основные команды которые можно вообще найти в стандартном меню там не знаю переключение кодировок весь инструментарий открытие служебных страниц еще что-то ну все что мы пользуем меню файл вот работа с историей в общем все это основные операции открытие в новой вкладке открытие в новом окне открытие в фоне вот и так далее в общем практически вся базовая система управления ее собственно так сказать двигательная часть программировалась записывалась в макросах имеющих кмм файлы так миллион макрос кмм а менюшки к ним привязанные к этим то есть там определялись собственно сами команды да а менюшки привязанные к этим командам прописывались в конфигурационных файлах меню менюш часть функционала реализовывалась через так называемые каплогины то есть плогины самого камелеона это библиотечки диалельки которые реализовывали там ту или иную тоже тот или иной базовый функционал такой как собственно тулбары сами по себе это отдельный каплогинчик собственно работа макросов с ядром связывалась через соответствующий каплогин макрос DLL вот ну и там если посмотреть нормальный дистрибутив внутрь камелеончика какого-нибудь то можно этих каплогинов там найти соответственно сессии сессионс правилости то есть работа со всякими блокираторами да и очисткой персональных данных мышиные жесты были соответственно плагины так как камелеон почему собственно почему его собственно назвали хамелеоном да камелеоном кстати я всегда говорил что про себя что про себя не в смысле что про себя а в смысле так в глубине себя говорил что камелеон это самый линуксовый Чисто виндовый продукт программы У него Чисто линуксовая идеология Чисто линуксовая Какая-то способ с ним работы Он в общем для достаточно Заинтересованных продвинутых пользователей Правка конфигов И даже название у него было В модной тогда К-стилистике Как это делали в КДЕ Когда там Все программы брали какие-то названия И первую букву заменяли на К Так же и в Хамелеоне Его назвали не Хамелеон, а Камелеон Я так думаю, что в этом было чисто Такое линуксовое влияние на тот момент Была какая-то Местная хохма Я не знаю В общем, явно это чувствовалось Вот значит Хамелеончик Он у нас отличался тем Ну как бы его так позиционировали Как браузер, способный Принимать обличие любого другого Из существующих на тот момент Да, основных браузеров Для этого, соответственно, существовали Во-первых, шкуры Которые можно было менять И которые со временем там наделали Там есть Как бы, что называется Дефолтные шкуры Которые имитируют Интернет-эксплорер Такой-сякой, пятый-десятый Есть Шкуры, которые Повторяют какие-то темы Популярные для Файрфокса Была парочка оперных Тем, макентошевские Тем, то есть всякие там были Темки Но, во-вторых, он не просто Имитировал все это дело внешне А еще и функционально Так как Хамелеон поддерживает Параллельно Три системы докладок Ницкейповскую Через файл Букмаркс Классическая Классическая такая Система закладок Интернет-эксплорерские Фавориты Которые он читает Напрямую из папки Фаворитов Системной И Оперные закладки Из ADR-файлов То есть Закладки старой оперы Слушай, ну прям То есть можно было То есть Попользовался там Эксплорером Включил Хамелеон И как бы Те же твои закладки И все на месте И ты как бы Не чувствуешь разницы Скажем Можно было подменить И народ Ну простой пользователь Даже бы не догадался В принципе да Наверное такая История Отчасти сисадминская Она наверняка Где-то работала Потому что Ну как показывает практика Пользователь чаще Обращает внимание На какие-то такие Внешние вещи А то что там Под капотом Это не важно Ну это да Это обычное дело В этом смысле Как бы не надо было Учиться там С импортом Этих закладок Чего-то там Делать такое Они лежали там Где лежали Человек может пользоваться Параллельно оперой Например И ее же закладками В той же Соответственно Сохраненной структуре Прямо в хамелеоне Ну и то же самое Саворит Вот Соответственно Такая Плюсы Были Настраиваемы И до сих пор Они есть Возможность Выбирать Набор Горячих клавиш Имитирующих Либо там Расклад Семанки Есть оперный Да Ну тоже Это уже Все немножко устарело Да Потому что Такие вещи Допотопные Но тем не менее Такая возможность есть Можно Гибко настраивать Эти самые Горячие клавиши Как самому тебе захочется А можно взять Предустановленный Наборчик Из привычной Ранее Из другого Привычного Браунда Вот Как-то вот так Все это развивалось Пока Мозила Не Ну Под влиянием Успехов Хрома После Три Шестой Версии Не перешла Сказать На совсем Другую Стратегию Развития Тогда Соответственно Они перешли На вот эти Частые релизы Да Шестинедельные Начали гнаться Вот за этим Самым И Среди прочего Они Прекратили Поддержку Вот этого Самого Механизма Встраивания Движка Официально То есть Не то Что сама Возможность Да Техническая Ну Была Но Ребята Из Мозилы Перестали Готовить Да Ну Перестали Сопровождать Да Понятно Что Кодовой базы Так резко Ничего не поменялось Просто Они Забили На то Что На самом деле Там Достаточно Серьезно На тот Момент При переходе 36 на 4.0 Изменилась Архитектура Да Внутренняя Firefox Все это Немножко Поменялось Вот Но Возможность Интегрировать Все это Осталось Для этого Нужны были Соответственно Усилия То есть Хотите Пожалуйста Берите Интегрируйте Возду Пожалуйста Он открыт Никто Не запрещает Но Своими силами Вот В этот момент Совпало Так Что Камелеон Который На тот момент Версии Своей 1.6 То есть Это где-то Конец 2010 Года Вышли Там Вышла Полуторная Версия Релиз Да Последний Такой Официальный Был И дальше Были Бета Версии 1.6 И альфа Версии 1.7 Запущены Где-то Параллельно Разрабатывались На Двух Движках Геку 1.9 1.1 1.9 2 Это последние Старые ветки Движки Были Вот Там Была потом Громкая История Что Мазил Назвало Срок Прекращения Поддержки Всего Этого Цикла И Перехода На Следующий Геку 2.0 Соответственно Оттуда Пошел Firefox 4 Потом Они Синхронизировали Это Все По номерам Номер Движка С номером Firefox Вот Все это Стало Расти А Камелеон Успел Тостичь В общем-то Достаточно Такого Хорошего положения Известности Определенной Он не вошел Конечно В компанию Больших Браузеров Но когда Была Виндос Встроена Панель Выбора Браузеров Из-за Антимонопольного Разбирательства Туда Попали 12 штук Браузеров Из них 5 Попадали 5 Больших Попадали На Первую Страничку Выбора Это Понятно Что там Понятно Да Кто там Был еще Safari И еще Кто там Уже Забыл А вторая Начиналась С хамелеона Слушай Ну это здорово Я кстати Про это Как-то Не обращал Внимания К тому времени Просто Как-то Винду Не использовал Совсем Только слышал Я тоже Не сталкивался Сам лично С этой Панелью Выбора Когда Она Проходила Мимо меня Но я Следил За тем Как развиваются Эти вещи И потом Уже Под фактом Когда Она же Где-то В конце 14 13 14 Года Ну Больше Она Не нужна Была Некратила Десять Решения Нужна Панель Выбора Браузеров Вот Типа Антимонопольная Задача Была Решена Вот И вот За все Типа Примерно Шесть лет Что она Существовала Эта панель Камелеон Был единственным Из Браузеров Второго Эшелона Который Ни разу Из этого Состава 12 Не выпадал То есть Определенное Имя было Вот Но в 2010 Году В конце Так получилось Что Многие Были Разработчики Активные По разным Причинам Отошли От проекта Кто-то По семейным Кто-то Ушел В какую-то Мобильную Разработку Тогда Многие Уходили Как раз В такое Время В общем Проект Потерял Достаточно Много Людей И в том Числе Основной Разработчик Дориан Из Франции Он Соответственно Тоже По каким-то Семейным Причинам Я точно Не знаю Может быть Дети Может быть Еще что-то В общем Он отошел Он выпустил Эти Бета Альфа Версию И На некоторое Время Ушел В тейн Браузер Долгое Время Держался По НРЦ У нас Соответственно Тоже Выпускались Русской Командой Сборочки Продолжали Выпускаться Квиксильвер Терса Сменил Алекс Тарантул Еще Один Следующий Майн Трейнер Проекта Который Тоже Сделал Несколько Сборок И Достаточно Долгое Время Тоже Был Таким Единственным Главным По Камелеону В Рунетовском Пространстве От него К нему стекались Все В конечном счете Вопросы Где-то В 2011 Году Стало ясно Что пауза Затягивается И Ну хуже Всего Было то Что Камелеон Пропал Из информационного Поля А это Был Именно Тот Период Когда Основная Драка На браузерном Рынке Пошла Именно В информационном Поле За счет Того Что Хром Начал Штамповать Версии И Активно Используя Фюму Из гугла О них Сообщать Всему Миру Фэйрфокс Погнался За ним В общем И все Ввязались В эту Гонку Вооружений Что Называется В конечном Счете Про Камелерон Забыли Вообще Почти Что Широкие Массы Остались Только Небольшое Сообщество Которое В общем Тоже Которое Потеряло Часть Участников И в нем Такие Были Настроения Ну как Упатничные Ну да Слушай А вот Я так понимаю Ушли в основном Как раз таки Программисты Те кто Делали Так сказать Адаптировали Новые версии Там Гека Да Уже Для Камелеона То есть Вы вот Пока еще По Так сказать По накатам По инерции Жили на Как сказать Вот той Последней Ставе Какой-то Версии Движка Да И просто Так сказать Какие-то Внешние Дорабатывали Да То есть Некому Было Адаптировать Даже Ядро Камелеонов Пересобрать Да Хотя бы Там Ну вот До последнего Там Ну скажем Так Бета 1.6 Которая Была На движке Гека 1.9.1 А она Была Достаточно Зрелой Беты И В общем-то Ну Практически В релизном Качестве Она была Сделана Работала Все Поддерживалась Все Что На тот Момент Было Но Уже Движок 1.9.2 Последний Он Он Был Помощнее Вот А Альфа 1.7 Камелеоновская Которая На нем Была Собрана Она Была Действительно Еще Очень Сырая В ней Было Много Ошибок И Ей В общем Как Была Юзабельна Что Называется Но Ошибки Были Достаточно Досадные Из-за Чего Новых Пользователей Привлечь С ее помощью Было Сложной Это Было Занятие Для Фанатов Сообщество Что Сообщество Использовало Вот Эту Подсловутую Модульность И Ну Тогда же Очень Быстро Развивался Веб Появился CSS3 HTML5 И все Это С бешеной Скоростью Какой-то Развивалось И продолжает До сего Дня Поэтому Если Там Раньше Условно Говорил Скоревшим Браузером Скажем В эпоху 12 Оперы Ну В 10 Оперы Можно Параллельно Пользоваться 5 И Не сильно Терять А Вот А там Уже Было Настолько Устаревшими Браузерами Было Несколько лет Недавности Пользоваться Сложно И Постепенно Камелеон Терял Совместимость Большинства Ну Со Многими Популярными Сайтами Так Или Иначе Теми Или Иными Вещами Там Подмена Юзер Агента Написанием Каких-то Специальных Макросов Интеграции Каких-то Дживаскриптов Функций Или Расширений Это удавалось Ну В какой-то мере Эти дырки Удавалось Латать И вот Этим Браузер Жил Наверное Три года С конца 2010 Вот Но Все равно Даже То есть Словосочетание End of life Произносилось Писалось На форуме Очень часто Ага Мы В общем Сами Дружно Хоронили А я Так сложилось Что на тот момент Я настолько К нему привык Даже не то что привык Я практически У меня появилось Зависим Я не мог работать Ни в одном Другом браузере То есть Ну единственный Который меня Удовлетворял Чисто функционально Был фейерфокс Но он становился Все тяжелее и тяжелее И как бы Манера Привычная Работать С 30 Открытыми вкладками Она на нем Уже не проходила Скажем На каком-нибудь Не самом новом Железе А я Так сказать Не хотел себе В этом отказывать Поэтому я держался За хамелеон До последнего Сначала я просто Надеялся Что Ну Не будучи Программистом Как всегда В таких случаях Остается Надеяться На то что Барин Оживет Приедет Сделает еще В общем Вернет Продукт В жизнь Ну вот это Кстати да Такой интересный момент Потому что Без программистов Тут как бы Старайся Не старайся Кто-то же должен Адаптировать Собрать Устранить баги Тем более Что там Глобально Кардинально Поменялся Гековский движок Да Вот это все Ну и расскажи Как Вы Выкрутились Из этой ситуации Ну В общем-то До поры До времени Никак Новый движок Мы не могли Естественно Никак Интегрировать Пока у нас Не появлял Не появился бы Си плюс-плюс Программист Вот Хотя бы Один Кто-то Где-то там Мелькали Какие-то Ребята Но в основном Так получалось Что вот Все Были Готовы Там Кто-то был готов Что-то По графике Делать Кто-то По макросам Да Еще почему-то Но как-то С программистом Все не срасталось Поэтому Мы достаточно Долго поддерживали Что называется Жизнь в трупе Да И это На удивление На удивление Получалось В какой-то момент Я понял для себя Ну так как Я всю жизнь Работал В информационной Сфере Да В информационной Рекламной Продвижении В каких-то Медиа В вещах Я понял Для себя Одну простую истину Что жизнь Она Как бы Определяется Количеством Человек Вовлеченных В этот Процесс Чтобы Условно говоря При такой Вот Плотности Мягко говоря Невысокой Программистов Желающих И вообще Попадающих В сети Там чтобы Получить одного Человека Надо привлечь Слоки Ну да Да И основная Моя задача В тот момент Стала Не дать К миллиону Заглохнуть В информационном Поле Я Ну параллельно Я изучал Внутренности Которые до этого Мне казались Совершенно Какими-то Невообразимыми То есть Я Я заранее Как-то сдавался Перед Необходимостью Копаться В конфигах Я Несколько раз За время Своего Пользовательского Экспиринса Влезал В эти конфиги Начинал В них Разбираться Запутывался Напрочь Переставал Что-либо Понимать Там Где-то В общем Я Каждый раз Разбрался И Отказывался От этого Потому что Я понимал Ну это Вообще Не мое Что-то Там Тем более Какие-то Эти скрипты Писать Эти макросы Господи Как все Это делать Вот Как бы Приперло И я понял Что если не я То кто же В общем Я Потихонечку Потихонечку Начал Как-то Один за другим Макросы Ковырять Прошу Ну Когда мы Активно Общались Как раз С Алексом Предыдущим Фактически Моим Предшественником В этой В этой Роли Он мне Кое-какие Ответы Дал Кое-какие Нет Потому что Все это было Ну как-то Не до конца Систематизировано По крайней мере В головах Ну и Изложение Даже то Изложение Каких-то Ну вот Всяких Факов Вики Которые Существовали На английском И переводились В том числе На русский язык По Камелеону В сети Они Все были Какими-то Такими Не до конца Систематизированы Собственно Это такая Вот сейчас Этот пробел Сохраняется До тех пор Потому что На фоне Всего происходящего И просто Некогда еще И писать Изике Я пытаюсь Отвечать Создавать ее Так сказать По ходу В ответах На вопросы Да В различных Конференциях На форумах Когда Меня Спрашивают Я начинаю На какие-то Вопросы Частные Давать Нарочито Подробные Ответы Ну понятно Убить двух зайцев И ответ дать И потом В дальнейшем Ага Вот Ну так или иначе Я Какие-то Начальные Вещи Начал осиливать Как Написать Макрос Который Что-то Будет Делать Ну в основном Задача макросов Это интеграция Какого-то функционала В интерфейс управления То есть Либо в менюшке Либо В Кнопке На панели Инструментов Либо В горячей Клавише Даже Так или иначе Пишутся Все эти Команды Да Какие-то Какой-то Какой-то Функционал Описывается Среда Макроязыка И дальше Соответствующими Командами Он привязывается К Созданию Новых Пунктов В Интерфейсе Управления Вот Соответственно В какой-то Момент Я уже Разобрался Как Можно сделать Свою Уборку Как Как настроить Какие-то Установки По умолчанию Как В общем Дать Пользователю Новый Портабельный Камелеончик Который Он сможет Пользоваться Я начал Делать Свои Сборочки По Принципу Включить Туда Все Что Наработано Сообществом По максимуму Именно В плане Того Функционала Который Во-первых Повышал бы Удобство Работы Потому Который Оставалось Мягко Говоря Таким Не очень Дружеским Для Обычного Пользователя Вот Ну там Опять же Многие Вопросы Правятся Через конфиги Но Теоретически Можно Да Какие-то Вещи Ввести В Графический Интерфейд Ну да Потому что Простой Пользователь Да конечно Конфиг Не полезет Ему Там Где-нибудь Окошко Где-то Написано Красивое Название Где он Понимает Что Оно Хоть Как-то Значит Такой Чекбоксик Ещё Что-то Конечно Ему Это Приятнее И удобнее В принципе Как бы Камелеон С своим Макроязыком С поддержкой В принципе Ксул Расширения То есть Как бы Он Не имея Ксул Интерфейса Он поддерживает Ксул Расширения И например Панель Настроек Камелеона Это Ничто иное Как Ксул Расширение Хромов Это Хром Соответственно Написанный На Ксуле И всё Вот это Я уже Позже В этом Стал Разбираться Нашел Я там Какую-то В коде Чисто По интуиции По привычке Там Разбирать Чисто Аналитически Нашел Ошибочку Из-за которой Не работала Одна функция Там Я её Исправил Что-то Написал На форум И оно Действительно Работало Там Был Такой Галочка Переключения Открывания Новых Окон В фоне Либо Бэкграунд Либо Форграунд Она не работала По умолчанию В той версии Я просто Обнаружил Что где-то Там была Фактически По ошибке Не та Превка Написана Внутри Ксула Я её Заменил Попробовал Смотрю Работает Отлично Методом Тыка Подсматривание То есть Переписывание По образцу Берёшь За образец Какой-то Макрос Смотришь Что он делает Изменяешь Там свои Уже На какие-то Функции Изменяешь То, что было На то, что тебе Нужно Ну, естественно Спрашивал На англоязычном форуме Да У опытных Более Товарищей Которые Там Давно Уже И активно Занимались Как раз Написанием Макросов Заодно Подтянул Письменный Английский Стало Регулярно Общаться Там Вот В конце концов Вот у меня Собрал Свой Хамелеон Твин Такую Такую Сборку Которая Интегрировала В себе Две последних Версии На тот момент 1.6 И 1.7 Они Существовали Как бы В одной Упаковке Можно 1.6 Был основным 1.7 Был Называется Фоллбэком На случай Каких-то Уже Сайтов Более Продвинутых Потому что Его движок Чуть-чуть Лучше Поддерживал Он уже Тоже был Не новый Тоже Терял Совместимость Но На каких-то Сайтах Это помогало Вот И плюс Тогда еще Существовал Google Chrome Frame Который Был Создан Для Встраивания В Интернет Эксплорер А Интернет Эксплорер Соответственно Через И этап Известное Расширение Встраивался Как Фэрфокс Так Так И В Хамелеон И Таким Сложным Образом Можно Было Запустить Внутри Хамелеона Странички Рендеринг Странички Как движком Trident Так И Движком Chrome Да Слушай Такая Многоходовочка Как ни странно Она работала И Для В общем-то Хамелеона На каком-то этапе Это был выход Сборка Оказалась Достаточно Популярной У меня не было Правда Возможности Разместить ее Так Чтобы считать Хотя бы Закачки Но Откликов На нее Было много Это Где-то Как раз 2010 11 Где-то В 11 Я только Фактически Зарегистрировался На Англию В личном форуме И что-то Начал А сборку Я впервые Собрал В конце По-моему 12-го Года В самом конце Я ее Дожал Дело Долгое Было Особенно Для меня Потому что Я там Периодически Тонул Во всех Этих Хотел Я уже Почувствовал Что я могу Делать Все Пятое Десятое Но это Было Сложно Долго И Все равно Желательно И в общем Поэтому Так или иначе Я его выпустил Действительно Это помогало Потому что Когда Человек Попадал На сайт Который Комиллионам Не поддерживал То Он мог В соседней Сладке Открыть На хромовском Движке И Так сказать Избежать Необходимости Менять браузер В целом Да Конечно Системе При этом Устанавливалось Это был Голл Тайм Фактически Хром Полноценный Ну В общем Это никому Не мешало Это Немножко Так сказать Нарушало Вопрос Портабельности Но У большинства Все-таки Вообще Вопрос Задача Постояло Получить Постоянный Браузер А не Портабельности Поэтому В общем Это было Нормально Ну Так вот Мы Кое-как Пережили 12-13 год А в конце 13-го Года Я Создал На тот момент Я Завел Твиттер Я создал Группу Фейсбуки Пытался Какой-то Кипиш Поднимать Волнеть На существующих Ноутборде Ветках Собственно На сайте Яковолк Где базируется Русская команда Камелеона Русский сайт О нем И форум Ну и Поздал Даже свой Специальный сайт Где по задумке Моей По идее Он Был такой Чисто Промо Сайта Где люди бы писали О своем опыте Какой-то Положительный опыт Какие-то Наработки Какие-то Хитрости Тонкости Которые Они освоили С пателлионом Которые Им помогают Жить Ну правда Так я там И остался Показить Единственным автором Как-то Не затащить Туда народ Но Сам факт Что вот этот Весь Какой-то Информационный Шум Я не знаю Как бы Повлиял Или не Повлиял Но Судя по тому Каким образом Дориан вернулся На форум А вернулся Он создав В конце В начале Ноября 13-го Года Тему А кто-нибудь Еще Использует Тут Камелеон Была Такая Часть Кокетливая Такая Тема Так Благодаря Тому Что Я Реально Решил Народ И Здесь В Рунете И там На официальном Форуме Ну Как ни странно Нам В общем Таким Небольшим Ядром Оставшихся Активных Людей Которые Что-то Продолжали По Камелеону Делать Нам удалось Вот этот Запал Сохранить Мы продолжали Отвечать Людям На вопросы Которые Продолжали Задавать На форуме Новички Они все равно Появлялись А большое Вот это ядро Это там Сколько там Единицы Десятки Сотни человек То есть Просто Примерно Порядок Само Активное Ядро Это Наверное Десятка Два Всему миру Да В основном Это Германия Франция США Есть Пользователи Из Пользователи Из Других Европейских Стран Я Вот такой Сейчас Один Ну до меня Были Естественно Мои Мои Придшественники На том Каком Тут же Али Тарантул Был Из Рунета Вот Сейчас Появляются Там В том числе Российские Пользователи Когда Уже Я там Стал Активно Писать И На форуме Существовали То есть Он как бы Английский Но там Существовали Отдельно Немецкая Ветка Поддержки И Испанская По-моему Хранцузская Вот Я Попросил И мы Создали Сразу Там Русскую Ветку В народном Форуме Есть Отдельно Русская Ветка Можно Сюда Написать Но По-большому Счет Куда Не Напишешь На Руборд На Сайт Русской Команды На Еков Ру Или На Русскую Ветку На Официального Форума Все равно Все это Придет Ко мне Пока Пока Ситуация Такова Понятно Так Вот И Когда Дориан Вернулся Он вернулся С информацией Он дал Понять Что Как бы Его пауза В принципе Подошла К концу Он то ли отдохнул То ли Завершил Какие-то дела То ли у него Просто появилась Возможность Ему Видимо Все-таки Он не терял Интереса Как показал К счастью Как время Показало И он Экспериментировал Со Встраиванием Этого Нового Движка И Тогда В ноябре 13 Он Выложил Некую Такую Совсем Альфа Версию Показать Что Вот Оно Есть Оно В принципе Встраивается Потому Что Было Все эти Три Года Было Очень Много Разговор Что Это Просто Невозможно Ну как Это Досужие Были Разговоры Потому Что Достаточно Рано Мы В 12 Году Нашли Соответствующие Мазиловских Обсуждений Цитаты Где В общем Прямо Говорилось Что Это Возможно Пожалуйста С вашими Силами Господа Хорошие То есть Мы Верили В то Что Это Все Возможно Это Так И Оказалось И В принципе Даже Скажем Так Отличия В архитектуре С переходом На эту Ветку Между Файерфоксом И Томиллионом Стали Гораздо Меньше Чем Были Раньше В частности Сейчас Уже Вот В этой Новой Ветке Разработки Которая Получила Почему-то Никто Не знает Почему Но Дориан Назвал Ее Миллион Семьдесят Четыре Вот Кстати Тоже Хотел Задать Такой Вопрос У вас Так Интересно Нумерация Там Один Пять Один Шесть Один Семь И потом Хоп Там Семьдесят Четыре Семьдесят Пять Сначала Это все было Просто Да Это Практически Все Того Времени Вот эти Опенсорсные Проекты Они проходили Через Такую Дробную Нумерацию Где Где Сначала До первой Версии Шло Очень Много Ноль Таких Ноль Секих То есть Люди Официально Старались Показать Что Продукт До сих пор Бета Ну да Да Был Такое У Камелеона Есть Такой Ну Наверное Форк Можно Сказать Был По крайней Мере Камелеон CCF МЕ Делает Его Китаец Хао Джан Вот Он Отказался От макроязыка Камелеоновского В пользу Языка Луа О Слушай Вот это Вообще Интересно Интересно Вот И соответственно Все Что Все Расширяемость Которую Стандарты Пишут На Собственном Макроязыке Он перевел На Луа То есть Он туда Просто Добавил По сути Интерпретатор Что ли Да Луовский Видимо Да То есть То Место Которое У нас Занято КММ Файлами У него Есть Соответственно Папка Для Луа Файлов И они В общем Ну К большому счету Выполняют Ту же роль Каждая из них Добавляет Какую-то Много Или мало Так или иначе Они Разного Размера Бывают Объема И значимости Но тем не менее Они решают Какую-то Определенную Задачу Ну да Вот Плюс там Он еще Вроде бы Отказался Полностью От Ксула В любых Проявлениях В том числе И в Каких-то Ну то есть Поддержки Там уже Те же Настройки Были Переписаны Соответственно То ли на Луа Опять же То ли на Си плюс Плюс Я не помню Честно говоря Вот Такой был Клон Он До Последнего Был в состоянии 0.0.97 Хотя Он шел Параллельно Кондиционально Он совпадал С тем же Камелеоном 1.6.1.7 Ну вот Человек Просто считал Что Он еще не делал Все что хотел Ну да Он тоже отошел От этой разработки Когда появился Новый Камелеон Он собрал Честно Собрал На Новом Движке Версию Как раз 1.0.beta Он ее Что-то Как-то Назвал Или Альфа Не помню Но она была Как и Собственно Первая версия Камелеона 74 Она была Не очень Работоспособна Прямо скажем Там было Много Неработающего Вот Почему 74 Никто не знает Была версия Что Ну вот В Этой линейке 1.6 1.7 Все остановилось На 1.7 И Кто-то предполагал Что это 1.74 А потом уже 1 отпал Но Прямого Ответа На это Так и Получено Не было Поэтому Вошло Вот так Пошло 74 Потом 75 Потом 76 Сейчас Вот Альфа Существует Соответственно Мы Перешли Тоже На такие Двойные Модные Сейчас Цифры Да Там Хром Хром Сэрфоксом В районе 40 40 45 Живут Ну да Скоро Они нас догонят Но мы так Сделали Запас Запас Естественно Ни ресурса Ни какого-то Наверное Желания Гнаться Вот В том же Темпе В котором Работают Большие Парни У нас Нет Камелеон Такая Территория Что-то Называется Стабильность Определенно Поэтому Изначально Каждая новая версия Камелеона Большое изменение 74 75 76 Оно Привязывается К соответствующей ESR Версии Фокса 74 Безделан На 24 Версии 75 На 31 И вот 76 Сейчас Идет Работа Существует Альфа Версия На 38 Версии Ну Понятно Да Логично Понятно Тут будет Всегда Какое-то Отставание Оно Будет Накапливаться Вот Потому что Ну Ресурсы Наши Не сравним С другой Стороны Скажем Вот С какой-то Там Не помню В какой Версии 30 Какой-то Версии Компиляция Того же Файрфокса Переехала С 2010 Визуал С На 2013 И в результате Отпала Совместимость С рядом Старых Процессоров Понятно Что сейчас Это мало Актуально Что На тех Процессорах Младше Условно Говорять Pentium A4 Да Особо Даже В интернет Не сходишь Ну Да Да Понятно Что Даже Если Ты Где-то Откопаешь Такой Комп То Ты На нем Во-первых Ничего Там Толком Не запустишь И Смысл Это В общем-то Не имеет По большому счету С другой стороны Есть Те же Самые Отлоны XP Которые Тоже Все Попадают В эту Категорию Без SSE2 Вот А Это все-таки Уже достаточно Такой Был Во-первых Относительно Актуальный Как ни странно Я вот сейчас Так Смотрю Вокруг И поколение В 80-летней Давности Компьютеров То есть Это как раз Четвертый Пендиум Отлоны XP Оно Еще Достаточно Живо Особенно В десктоп Ну Да У меня За спиной Сейчас Стоит Комп Ты знаешь Для того Чтобы Папа Или Мама Смогли Открыть Браузер И залезть Куда-то Прочитать Какую-нибудь Почту И найти Что-то В интернете Это более Чем Достаточно На самом деле Да И главное Что Пока Железо Позволяет В основном Они умирают Из-за Железа Когда Уже Железо Все Реально Кончается Ну Да Выходит Из строя Как правило Либо мать Либо что-нибудь Такое Кондеры Летят Все До свидания А в остальном Они вполне Рабочие Ребята Такие И Действительно Браузер Почему бы Нет Но Когда Если там Стоит Какой-то Из Больших Браузеров То Они как правило Стоят На авто Обновлении И В какой-то Момент Они Начинают Сначала Просто Тормозить Потому что Они все Тяжелее Тяжелее А потом Они просто Говорят Что Извините Я на этом Работать Не буду Вообще Вот В этом Смысле Камелеон Остается Такой Гаванью Спасения Он Относительно Современен Да Скажем Он там На 31 Движке До сих пор 75 Да Ну 31 Движок Вполне Вполне Ну Это уже Слушай Вполне Себе Нормально На таких Можно жить Это не Третий Не четвертый Условно Говорят Не десятый Что-то Там Серьезно Функционально Отваливается На движках Ниже 19 По-моему А 31 Нормальный Такой еще Движок И когда Других Возможностей Нету Да То это Действительное Спасение Для человека Использовать Такой браузер Который Никуда Уже С этого Движка Не уедет Он Случайно Не обновится Да Вот так Не испортит Тебе все И не оставит Тебя без интернета Ну да Если у тебя Условно Скажем Отлон Экспи Ну да Пентиума Три Я не рассматриваю Это Воль На них По нынешнему Интернету Ходить Вот И памяти Там И всего Этого Мало Вот Ну в общем Вот такая ситуация Вот Настоящий момент Вот так Дела обстоят Вот так Ясно Слушай Ну давай Теперь немножко Поговорим О каких-то таких Социально Социальных Аспектах Не знаю Наверное Используем Просто интересно Все-таки Кто же Вот по сути Как ты считаешь Кто является Целевой аудиторией Вот этого Браузера И где Какие есть Так сказать Доступные Там Территории Для применения Его Потому что Как бы Сейчас Конечно Век такой Когда Там Всякие Firefox Chrome И прочее Все-таки Довольно Можно сказать Захватили Мир Браузинга Что уж Говорит Если уже Firefox Очень сильно Переживает За свое Будущее И теряет Долю И все И все И место Да 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 Поэтому интересно Все-таки Вот как ты Считаешь Где Где его Можно применять Где бы Он мог Быть Там Полезен Или Какие-то Привносить Новые Интересности И пользу По большому Счету Я У него У Камелеона Нет Задачи Наверное Что-то Принести Что-то Новое Да Главная Задача Не потерять Основной Функционал То есть Да Харить в сеть Показывать Все необходимые Современные Сайты Мы Так От этого Ну Созвращились С реализацией Новый Верс Смогли Наконец Смогли Все это Получить Тут Парадокс Есть Определенный В том Что С одной Стороны Камелеон В принципе Нет никаких Противопоказаний Чтобы он Был Универсальным Браузером Для всех Да Его Может Использовать Абсолютно Любой Человек Тем более Сейчас Когда Ну вот Слава богу Уже И локаль Подчистили И функционал Весь И какие-то Глюки Выловлены За два Года Активной Разработки Последнее Время Она идет Очень активной Хотя Нас мало Но сообщество Активно Очень Бодро В этом Участвует Помогает Основному Разработчику И делает Какие-то Свои Вещи На тех же Макросах Какие-то Еще Вещи Подтягиваются То есть В принципе Он стал Удобнее Он стал Дружелюбнее К пользователю Он стал Хотя И так Я не могу Сказать Что он был Каким-то Он Может быть Немножко Не хватает Какого-то Графического Такого Оформления Потому что Хром И Firefox Австрали Они Все-таки Ну Такие Более Модные Тенденции Задают Тут Основная Даже Проблема В субъективном Восприятии Люди Привыкли К Они Очень Многие Хотя То есть Люди По большому Счету Пользователи Делятся На Те Кому Шашечки Те Кому Ехали Есть Еще Те Которые Хотят И того И другого Вот Соответственно Плюс Возможности У каждого Свои По В том числе По Железу По Тому В какой Среде Все это Работает Кто-то Может Себе Позволить Любые Ресурсы Выделять Под Требования Веба Браузера И вообще Всего Этого А кто-то Вынужден Существовать В том числе Кто-то Дома Кто-то Наоборот Корпоративной Среди Вынужден Существовать На том Что Есть И Очень Часто Это Бывают Не Самые Мягко Говоря Последние Модели Железного Все Мне Кажется Это Сейчас В меньшей Степени Наверное Актуально По Железу Или Все-таки У тебя Есть Представление Что Рынок Сегмент Старых Компов Все еще Активно Используется Я Не знаю Насколько Это Можно Экстраполировать Одно На другое Но Рунет И Скажем Западный Веб В этом Смысле Они Достаточно Различаются Если У нас В принципе Вроде бы Формально Все Проценты Распределения По Системам По Осям Они По Железу Они Где-то Похожи Но При этом Я Вижу Что Скажем На Западе Другое Отношение Там Есть Целая Культура Людей Потому Что Это Не Наш Вечно Пиратская Страна На Западе Использование Компьютера Это все-таки Достаточные Расходы Не только На железо Но и на сок Даже У Как бы Домашнего Пользоваться Определенная Культура Ну да Понятно Что Как бы Тот же Опенсорс Да Он Тоже Вносит Изменения Ландшафт Потому Что Он Скажем Разве Так На порядок Сильнее Чем Десять лет Назад У Компьютера И вообще Вся Эта Сфера Развивается Он Одинаково Доступен И там И здесь Но Тем не менее Люди Как-то Так Привыкли Я Чувствую По реакции Что Среди Даже Тех Активных Пользователей Камелеона Которые Есть На международном Форуме Есть Реально Люди Которые Сидят На Семнадцать Восемь На Двухтысяч Да Вроде Бы Параллельно У них Там Есть И Виста И Семерка И У кого Двух Десятка В общем Все Используется Но Это Там Нет Такого Понятия Что Если Ты сидишь На Старом Компе С Двухтысяч Нищеброд Ну Ты Че Не Можешь Что Ли Выделить И Купить Новый Комп Знаешь Как Это В Наших Форумах Очень Частая Такая Реакция Классическая А Вот У Меня Че Там Комп Такой Такой Не Очень Новый Вот У Меня Там Новый Не знаю Браузер Или Новая Какая Еще Софтина Тормозит Как бы Мне ее Оптимизировать Первый совет Купи Ты Новый Купи Память Или Купи Новый Комп Ну Ну У У У У Нас К Этому Люди Очень Легко Относятся И Как бы Считается Что Вот Использовать Что-то Старое Такое Нищеброд Ну Ты Че Ну Слабо На Западе Этого На Западе Это Как бы Старые Машины Используют У нас Тоже Их Используют Но Об этом Как-то Молчат Ну Тут Ты Как бы Общая Айтишная Индустрия Она Знаешь Диктует Тоже Свои Условия И Там Всякие Современные Версии Операционных Каких-то Софт Они Просто При всем Желании Не запустятся На старом Где-то И Ты Рано или Поздно В любом Где-то Не работать Не запускаться Поэтому Опять же Есть Домашний Какой-то Аспект В котором Кто-то Может И хочет Главное Себе Позволить Тратить На компьютер Столько Сколько Там Требует Время А кто-то Сидит На стареньком Компе И В общем Ничего Либо Недостаточно Разбирается Чтобы Что-то Там У него Нет возможности Где-то Кому-то Обращаться Чтобы Покупать Новый Или У него Бывает Нет Чисто Материальной Возможности Люди Очень часто Тратят На что-то Другое Первоочередное А комп Кто работает И работает Пока не сломается Да Согласен Такой момент Есть Работает Зачем Что-то Менять Есть Такой Класс Корпоративных Пользователей Других Компаний Которые Тоже Не любят Обновлять Или Не имеют Возможности Или Не любят Действительно Обновлять Да У кого-то Жизнь Заставляет А кто-то Не находится На таком Истре Это Ну как Еще до Последнего Недавнего Времени В учреждениях Государственных Во всю Фигачили Матричные Принтеры Соответственно Программы Досовские Обрабатывали Коммуналку Еще что-то Еще Что-то Ну да Совсем Недавно Это было И где-то Даже До сих пор Единичные Наверное Где-то вещи Остаются Такие Вот Ну соответственно Сейчас Я лично Знаю Несколько Компаний У которых По одному По два Где-то Но еще Осталось 98 Компов Стоят Причем Работающих Или там Школы Которые Тоже По ряду Причин Не все Могут Не все Попадают В программы Не все Попадают В финансирование Особенно Периферии Ну да Да Согласен 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 То есть Получается Что история В общем Про Камелеон Она конечно То есть При том Что потенциал У него Будет Если взять Такие Возможности Тоже Была Попробовать Когда ты Берешь Современный Комп И ставишь На него Камелеон И работаешь Это он Просто летает Это просто Совершенно Фантастическое Ощущение Попадает Потому что Тот же Хром Тот же Фейерфокс Там работают Просто быстро Быстро По сравнению С более Медленным Железом Но все Таки Какой-то Легкий Элемент Ожидание Ожидание А Камелеон Раз Раз Два Три Четыре Пшли 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 Это Ну Совершенно Фантастическое Ощущение На самом деле Я Я Всем советовал Попробовать То есть Если у кого-то Есть нужда В производительной Работе Кому-то нужно много вкладок, много всего, много быстро все сделать. Хамелеон идеален в том числе и для нового, и для железа. Конечно, ниша либо устаревшего железа, либо старых консерваторов, таких олдтаймеров, что называется, таких людей. Конечно, как мы уже упомянули, сфера образования. Сфера образования – это вообще такая находка, потому что, с одной стороны, действительно, это можно поставить на какую-нибудь старую машину, неважно, на 98-й уже нынешних миллион не поставишь, если только 1,6, но на слабенькую машину с XP, а таких еще в образовании очень много. Потому что XP – это вечно молодая система. Ну да, да. Несмотря на End of Life, я считаю, что это вообще самая удачная операционная система у Майкрософта. Настолько удачная, что они уже сами не знают, как бы ее еще убить. Уже все для этого сделано, а она живет и живет, и умирать не собирается. Соответственно, образовательные учреждения, раз, сами по себе, то есть полузелезной составляющей, но мне лично кажется, что Камелеон с его структурой, с его макроязыком, с его вот этим определенным инновационным все-таки характером по-своему, и модульным, и всем таким образом. Это прекрасный модельный объект для изучения каких-то там ранних курсов для программистов будущих, для айтишников широкого профиля. Потому что изучение макроязыка, возможно, на модельном объекте, на котором ты сразу можешь получить какой-то конкретный результат в смысле исполняемой функции, написал Макрософт. И работаешь с этим браузером. Это хороший опыт. Я даже могу по себе сказать, что это развивает способность вообще к языкам программирования, наверное. Это помогает понять какие-то общие принципы. А с учетом того, что он и по синтаксисту, наверное, похож больше всего и сопрягается чаще всего с JavaScript, их можно сопрягать. В принципе, можно инжектировать к JavaScript внутрь Макрософт. То есть это хороший такой прекрасный модельный объект для изучения. И если это удастся как-то, я не знаю, пока у моих личных усилий пока явно не хватает все-таки для окончательной популяризации «Камелеон». Но если удастся все-таки это каким-то образом воплотить где-то, хотя бы в одном месте, то, может быть, это со временем примет какой-то такой уже характер моды, что ли. Потому что это хороший момент. То есть вот такие ниши основные я вижу. Для пользователей это, конечно, прежде всего люди все-таки старшего компьютерного поколения, которые еще помнят, ну, если не DOS, то хотя бы там 95-й Windows, которые привыкли к тому, что... Ну, это в том числе, условно говоря, например, такая ниша интересная, тоже как линуксоиды по каким-то причинам вынуждены работать. Ну, слушай, это такое, да, я даже не знаю, как... Такой крайне редкий случай, наверное, когда там... Ну, в конце концов-то, подписи с админ, да, предположим, и у тебя все-таки всякого добра хватает. И, в принципе, поставить тем же браузером хамелеон... Чем хорош еще? Очень хорош. Я считаю, что, например, у меня... Вот я немножко, так сказать, тоже так любительски занимаюсь вопросами энд-юзерской компьютерной безопасности, да, на дископе. И, в общем, с достаточно давних пор практикую защитные конфигурации без антивирусов, без такого сложного защитного софта, какими-то легкими, проактивными и, так сказать, альтернативными решениями. И я считаю, что, ну, естественно, это идеология нескольких линий защиты, да, от использования системных таких функций до какого-то стороннего софта легонького, относительно, там, скажем, комбайна. Касперский, ты же, например, ставишь Касперского, и сразу чувствуешь разницу. Так все стало небыстро. Ну, да, да. Вроде как там фанаты, которые говорят, что не умеете его готовить, но возможно, но я-то сколько не сталкивался, да и потом... Сейчас уже практически любой антивирус, что бы ни говорили тесты, я умудрялся видеть, ну, видел тесты, где умудрялись получать результаты, что установка антивируса ускоряет загрузку компьютера. Вот как у них это получалось, я не знаю, но мне в реальной жизни такое не встречалось ни разу, а наоборот, я прекрасно уже по одной загрузке компьютера определял, есть там антивирус или нет. Но это есть. Камелеон в этом плане выполняет роль пассивной линии обороны. Несмотря на то, что в отличие от Хрома нету сэндбокса, нету того, нету всего, нету пятого, десятого, нету всех этих списков сайтов и так далее, фильтров никаких, вот, он выполняет эту защитную функцию просто за счет своей редкости. То есть как бы в большинстве случаев представляется он AirFox для сайта, в том числе и для зараженного сайта. Но смотри, если сайт заражен, да, и ты используешь там вот сейчас там 24-ю, там 31-ю версию Гека, если там какой-то есть баг, то как бы получается, что Камелеон тоже вполне себе подвержен этой. Да, подвержен. Но только, вот сколько я опять же не сталкивался с этим, в большинстве случаев пресловутые выязвимости в... Причем, кстати, и в операционной системе, и в браузерах как таковых, они, как ни странно, используются не так часто. Ну, вообще, это даже официальные данные, что, скажем, плагины, Java, Flash, PDF, они хакаются гораздо чаще, используются гораздо активнее. Ну, да, это есть, но как бы тем не менее вполне себе есть как бы сайты, которые там редоносные всякие штуки, которые используют именно какие-то уязвимости в браузерах, в том числе там всякие, и в VE это было, и, ну, вот так на вскидку что-то, в FF не помнил таких случаев, но наверняка что-то такое тоже есть, ведь все-таки находят периодически. Везде находят, аэропортуют, да. Да, да, конечно. Причем там в Firefox их находят гораздо даже больше, всех этих уязвимостей сделок все равно не в этом, в том, насколько они реально могут быть использованы. Например, вот я говорю, так как я живу без интеллировантов, у меня нету никакой предпроверки ссылок, там, тра-та-та, лучшее, самое большее, что я делаю, это баннерорезки, да, которые просто очень часто заражают баннерные сети, даже создают специальные баннерные сети уже специально под это дело. Вот оттуда очень часто лезет. Ну, это единственная такая активная защита какая-то. Но я могу сказать, что пресловутый, например, Drive-By-Download, который заражал машину, вообще без всякого твоего участия стоило зайти на зараженный сайт, у меня за все время использования попытался пролезть один раз. Один раз. Да, он пролез через Камелеон, он пролез бы точно так же через любой другой браузер на тот момент. Вот. Но он у меня был заблокирован. Невозможность дальнейшего использования. Он там тоже был какой-то. Он использовал тоже какой-то, на самом деле, подарифы какую-то. Вот. Но суть в том, что мне кажется, что это реальная опасность дыр как таковых, вот тех уязвимостей, которые находятся и там усиленно рапортуется, она преувеличена по одной простой причине. 90%, даже не 90%, даже гораздо больше заражений. Я периодически занимаюсь еще частным лечением компьютеров, как уже сложившиеся заразы. И вся статистика, моя и вокруг имеющаяся, говорит об одном, что вот заражаются в основном через какие-то сейчас такие популярные вещи, типа тех же плагинов, не патчинок, то есть чаще всего через ПТС, кстати, через флэш меньше, хотя и считается, что... Ну, флэш уже пора, уже ему отправиться на покой, и сразу просто добрая половина вирусов перестанет работать. А самая злобная вещь, это на самом деле эти пресловутые инсталляторы, левые, да, в которые напитывают, упаковываются куча всего, там с галочками, без галочек, где-то можно эти галочки... Если это совсем словредный какой-то инсталлятор, да, а не рекламный, рекламный там просто можно галочки не снимать, чего обычно просто обычный юзер не делает. И тогда уже много рекламной этой Адваре ведет себя на компьютере, дает тот же эффект практически, что вирус, только она может и крадет ничего, и файлы не портит, но работать на компьютере становится невозможно. А самая частая такая история, это когда в браузер добавляется зловредное расширение. Как ни странно, самый защищенный хром, он сейчас, то есть у меня практически сейчас любая зараза, я прихожу, я знаю, что там заражен хром. И в хроме наверняка стоит какое-нибудь зараженное расширение. Почему-то... Нет, ну браузер-то заразить это святое, потому что, конечно, с помощью них, так сказать, вся работа происходит популярно, это как бы... Тут понятно, что, в общем-то, даже если оно заразилось каким-то другим боком, то идея в том, чтобы иметь инструмент, который сможет это дело потом и разносить по другим, и так далее, в общем, как бы... Вот, а, соответственно, Камелеон в этом плане совершенно не подвержен ни расширением зловредным, ни тулбаром, да, каким-то вещам. Плюс еще, собственно, вот это вбивающее с толку идентификация браузера, когда ты представляешься там полным Firefox'ом или каким-то, или еще кем-нибудь, и там бывают такие ситуации, когда скрипт зловредный подсовывает версию специально вот для этого браузера. Он пытается меня подсунуть под Firefox, а оно не работает, потому что не поддерживаю Камелеон в полном... Ну, понятно, да. Вот, то есть, эта защита чисто такая, я говорю, абсолютно пассивная, но она, как ни странно, она достаточно эффективна. То есть, не будучи специально для этого созданным, Камелеон является, тем не менее, такой наполнительной линией обороны. Ну, и плюс к тому, в нем очень легко контролируется после выведения на панель инструментов загружаемый контент. То есть, контролировать можно все. Если там в Firefox'е, в Chrome'е для этого надо будет устанавливать кучу расширений, и все равно потом лезть в какие-то меню, то здесь это можно делать все просто одним щелчком. Понятно. Слушай, ну, да, вполне себе вариант. То есть, вот я считаю, каковы примерно. Да, сейчас у Камелеона, там, да, все время, если я не ошибаюсь, с официального сайта 8 миллионов загрузок. Ну, плюс еще, я не знаю, сколько еще со всех остальных возможных источников, где он за это время был, а, слава богу, можно с разных сейчас с сайтов, каталогов и прочих качать. Ну, я думаю, ну, миллионов 20, да, условно говоря. То есть, это, конечно, нишевой продукт, у которого относительно совсем немного по внешним временам пользователей, но эти пользователи достаточно лояльны, а главное, что, ну, проблема исключительно чисто информационная, опять же. Когда люди узнают, ну, то есть, как работает продвижение Камелеона сейчас, оно работает по принципу, сарафанности. Активные пользователи, которые, скажем, я не знаю, там, из 10 человек, которые пробуют Камелеон, я не знаю, какая-то часть, я не буду пытаться угадывать доли, но какая-то часть находит в нем что-то неудобное, потому что оно не так, как в Хроме или не так, как в Феррфоксе и уходит, да, и как бы добывает об этом. Зато те, кто его распробуют, они обычно становятся дико такими лояльными пользователями, они начинают во всем этом стараться разобраться и подсаживают окружающих. А окружающие слышат, что, о, а есть браузер, которым на твоем вот этом старом барахле, он будет нормально тебе показывать и не подвесить, как Роб, который пятью вкладками выжарит всю твою пасть. А вот нет. Ну да, ну ты тоже такой активный, в общем-то, в русском комьюнити, там вот на Хабре пишешь, еще где-то, в общем, пытаешься как-то это делал популяризировать. Самый активный, потому что я на себя это взял в какой-то момент. Ну инициатива наказуема, ты же знаешь, как это обычно бывает, так что... Да, ну вот и... Слушай, ну вообще очень интересно послушать было, знаешь, потому что вот такой, по сути у этого проекта такой бас-фактор, да, равный единице, потому что это единственный разработчик, который, ну в принципе, который корень проекта, вот который делает как бы ядро, да, а дальше нет. Вот это, конечно, очень, так сказать, расстраивает, но тем не менее как-то вот даже вот в период ты там рассказывал, да, когда не было, так сказать, Дориана, как вы... Период без времени. Да, период без времени вот смуты, скажем так, вот, но тем не менее как бы он все равно выстоял, то есть, есть вот эта группа людей, которые инициативных про проекты, которые пытаются, так сказать, делать, даже развивать. Очень необычно все это. Скажи, ну, в двух словах, просто какие у вас там ближайшие планы просто перевыпускать дальше на базе Гека, делать сборки. Может быть, что-то особенное, интересное хочется сделать еще? Пока мы, конечно, очень во многом как продукт, прежде всего сам Дориан, как основной разработчик, зависят от того, что происходит в мире базила. Благо там, как известно сейчас, ну, тоже такая, до определенной степени революционная ситуация. Они очень много хотят менять, это вызывает большую отчетность. Но они же пилят там как раз-таки новый судежок на Расте, да, вот тут тоже непонятно, что будет дальше. То есть не все так прям вот... Ну, прежде всего, да, сейчас что из актуальных вещей происходит? Это происходит переход на мультипроцессность, аналогичную хромовой. Ее должны вот-вот включить уже по дефолту скоро в одном из ближайших. Пока трежок просто разумевает эту возможность. А дальше он будет уже поумолчать вот таким мультипроцессом. Я читал целые там большие холивары уже по этому поводу. Ну, то есть народ-то недоволен, что хром, который имел свое лицо... Ой, это Firefox, имел свое лицо, постепенно превращается в хром, особенно с анонсированными планами замены ксуловских расширений на веб-экстеншн, то есть ту же систему, которая у хрома. Ну да. Вот. Прежде всего это... Ну, как бы там, в мире Firefox'а это вызывает печаль по причине того, что ксуловские расширения мощные. Многие разработчики решения говорят, что они просто не могут сделать то, что они сделали на другом решке. На Выбокс-нашном. Что касается Камелеона, здесь как раз эффект получается немножко обратный, потому что Камелеон, в принципе, не поддерживает настолько свободно как Firefox'овские расширения. То есть по сути их можно устанавливать, но часть, большая часть из них не будет функционировать так, как положено. Потому что... Ну, не полностью IP, понятно, предоставляется. Ну, то, грубо говоря, по большому счету проблема в том, что есть основной слой, то есть у Firefox'а веб-страница и интерфейс находятся как бы в одном слое, по большому счету. Логичный число. А в Камелеоне этот слой как бы заделан в оправу из виндового интерфейса. И поэтому наложить какие-то... Как бы вот положить, словно говоря, пленочку с расширением, да, это вот как слои. Ну, понятно, да. Уже может не получится. Положить ее на рабочее окно не получается так, как в Firefox'е. Вот. Но часть расширения, тем не менее, работает в Камелеоне. Факт тот, что как бы трагедия расширения не станет трагедией для Камелеона. Более того, по словам самого Дориана, в общем, ему нравится мысль про веб-экстеншнс, потому что она повышает дополнительные возможности. Их можно адаптировать в Камелеон, насколько я его понял. Но это, опять же, всего слов достаточно кратких, потому что он, не знаю, надо как-то будет что ли попробовать сделать с ним развернутое интервью, потому что он достаточно кратко общается по деталям, и так из него приходится вытаскивать все. Понятно. Предпочитает писать код, а не слова. Ясно. С одной стороны, хорошо, о чем приходится догадываться, где-то мы там задаем какие-то прямые вопросы, но даже когда мы получаем ответы, они коротенькие. Дословно могу сказать, что было сказано, что электролизис пресловутый, то есть многопроцессность, введенная в Каэрпокс, как с колдорием, ломает хамелеон там и здесь. То есть ему придется как-то повозиться с тем, чтобы это устаканить. Я думаю, так как он не сказал, что это все, это капец, это бесперспективно это нам не осилить, то, скорее всего, это возможно. Скорее всего, будут писаться какие-то может быть дополнительные интерфейсики внутренние, программные, может быть еще что-то, может быть появятся какие-то дополнительные плагины. я не знаю каким образом, но я думаю, что мы будем сопровождать дальше цикл ESR-разработки Firefox по возможности. Сейчас работа ведется над теми шестой версией, которую на 38-м лыжке. Еще раз повторю, но планы, 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 планы. Лично у меня планы продолжать разворачивать хамелеон лицом к конечному пользователю. Для этого надо всего-то ничего, надо наделать кое-какого инструментария, продолжать делать инструментарий, который поможет пользователю в том, чтобы более просто, безболедненно, например, менять темы оформления, вызывать какие-то функции, не копаясь в About Config и в этих претках. Ну да, конечно. В списках, которые я прекрасно помню себя на этом месте на новичка наводят тоску и ум. И желание это сразу закрыть и вообще даже не пытаться понять, что это. Часть этого сделана. Я вот сейчас собрал не так давно и пытаюсь поддерживать сборочку ту же самую линию, линейку PRO. Это такое возрождение. Я воспользовался старым именем нашей российской сборки. Потому что, во-первых, это та же идеология, во-вторых, там используется много работы, сделанной русской командой в прошлые годы. Та же самая локаль, нынешняя локаль, она сделана все-таки на базе той, которую делали ребята 10 лет назад. Естественно, в связи со всякими обновлениями я ее и с тем, что там где-то что-то надо было почистить, подправить, перевести. Эту работу я делал в течение последних двух-трех лет. Сейчас практически закончено. Я сейчас в основном занимаюсь какими-то совсем мелкими правками, где они вылезают, причем даже уже больше смысловыми, чем техническими. Раньше были технические, когда были неправильные какие-то переводы или еще что-то. Их не было. Сейчас я в основном перевожу уже расширение. Потому что расширение много. Своих собственных расширений на макроязыке написано. У хамелеона порядка 700 штук. Ну да, тоже немаленькое число. Это я ловлю себя на том, что очень часто, когда человек просто мне бы сделать то-то и то-то, а вот этого нет в хамелеоне. Я говорю, вот такое расширение попробую. Вот такое расширение попробую. То есть сохранение МХТ, тот же ИЭТАП, тот же АДБЛОК, то-все пятое, десятое, все это очень многое сделано. В какой-то степени есть не полностью адаптирован, но тем не менее работоспособен. Вот. Знаменитые такие вещи. Вот это я сейчас занимаюсь. То есть моя задача продолжать делать эту сборку, продолжать делать ее удобнее, продолжать делать ее комфортнее, быстрее и проще для пользователя. плюс я думаю попытаться все-таки если мне время позволит сделать еще один твин. То бишь сборочку на двух движках. Не знаю еще, что это будут за движки. Все будет зависеть от целей и задач. Может быть это будет несколько разных игрок. Потому что хочется закрыть кмиллионам все маленькие ниши. В том числе нишу 98-х. То есть это значит надо поддерживать еще старые добрые 1.6 ветку, которая последняя там работает. Какие-то еще нишки. Может быть там опять же будет не знаю как бы есть такая идея по повышению совместности. Сейчас она встала под вопрос потому что теоретически в общем есть такая возможность такого хака определенного. Ну и хака не хака. Теоретически была показана возможность повышения совместимости со всем Firefox с кем-ставом. То есть можно вообще вывести вот это пресловутое окно убрав кмиллионовский интерфейс. Можно вакуни-рендеринг вывести полноценно этот броузер от от Firefox и получается почти такой Firefox в кури хамелеона или наоборот. Я даже делал Firefox синхронизацию данных между двумя хамелеонами. А, ну понятно, который встроен в этот механизм. Да. Можно использовать как бы сейчас уже хамелеон использует например History да, Firefox а можно использовать вообще всю библиотеку Places там же на самом деле содержится и заклад и еще чертов сутки и фавиконы и в общем ну все да, ясно. Там дофига всего вот это все можно использовать теоретически да, это было показано на 74 версии был у нас один товарищ который к сожалению тоже куда-то отошел отдел он сделал такую адаптацию вот этого ядра элементов вот этих ядра Firefox больше то есть там была вот эта library были в общем можно было там сделать такую закос под Firefox ну не знаю теперь как в связи с этим планами отказа от ксула возможно она никого и не интересует на перспективу но мне было бы интересно попробовать попинать Дориана в этом направлении попросить его может быть не знаю не знаю что из этого выйдет ну и еще есть план собрать все-таки на базе Firefox на базе Chameleon интернет фьюд естественно он будет не по принципу семанти где все свое сборник каких-то open source в основном или бесплатно интернет программ почта мессенджер еще что-то FTP наверное будет на Fire FTP реализован как и Fire Commander на самом деле расширение вот у меня есть такой подбор программ которые я хочу туда интегрировать благо макроязык позволяет делать из Chameleon вообще полноценную оболочку для работы со сторонними программами ну почти полноценную всегда можно из Chameleon сделать из Chameleon кнопку запуска любой программы ну понятно да там еще с чем-то еще с каким-то причем ну там за счет макроязыка можно всякие хитрые вещи делать не просто открывать программу а сразу передавать либо ссылку либо там объект какой-то вот и так собрать таким образом опять же модульно собрать Chameleon чтобы отдельно было основное ядро такое Pro со всеми простенькими макросами которые базовые удобства вот из того что сейчас есть Chameleon Pro и там добавлено достаточно команд по сравнению с официальной версией удобные какие-то фишки добавляются типа быстрого открытия то, чего народ страдал не хватало что миллионе это команды стали перейти в адрес на строке для адреса из муфера обмена где-то его скопировал сразу раз и одной кнопкой он тебе его и ввел и пошел туда в пастингол то, что называется вот вот это все добавлено в принципе уже ну и к этому такими отдельными модулями разные программы чтобы человек мог сам себе выбрать ну как нынешнее существующее расширение да, это достаточно легко делается поставить себе хочешь добить браузеру почтовиком если тебе нужен такой почтовик да оффлайновый что называется не браузерный хочешь твиттер клиент или еще что-то в общем такие вещи ясно слушай ну что интересные идеи вот мы с тобой довольно-таки так уже ползотворно поговорили вот поэтому могу тебе только пожелать удачи в твоих этих начинаниях вот либо хватило бы времени так сказать сил время сил да и желания вот было очень интересно послушать про проект в целом вот о том как он устроен довольно-таки необычно такое и мало кому наверное известный но надеюсь кому-то будет тоже интересно узнать а может быть кто-то даже попробует поставить поиграться и даже вдруг перейти да я всех с удовольствием приглашаю попробовать это дело присоединяться потому что на самом деле сообщество у нас маленькое но дружное и в итоге получается так что обладая ну в общем относительно скромными ютубсами мы например своим пользователям да своим коллегам всем кто пробует пользоваться хамелеоном мы оказываем совокупно такую техподдержку на уровне лучших коммерческих продуктов любой вопрос поступающий на форум решается там в течение очень короткого времени то есть находится либо стандартный ответ либо иногда человеку специально даже это не единичный даже случай когда человеку для обозначенной им какой-то функции пишется специальный макрос и потом этот макрос становится общественным достоянием естественно им могут пользоваться уже все понятно ну что ж это довольно-таки хорошее подспорье хороший стиль я считаю в том числе как бы что называется и человеческого общения да безусловно это важно давайте помогать друг другу давайте интересоваться новым чем-то для себя открывать что-то новое я надеюсь что вы откроете для себя в том числе и хамелеон и он окажется вам полезен удобен и приятен да спасибо спасибо Родион что пришел спасибо всем счастливый до новых встреч пока-пока питание спасибо Продолжение следует...